Отдельно хочу обратить ваше внимание на две культуры, которые я очень часто использую в контейнерном озеленении. Из нее собираем прекрасные композиции. Вы наверняка видели, и у нас были уже видеоотчеты о том, как мы компонуем вообще в принципе калибрахоа. Так вот, это растение замечательно называется калибрахоа. Еще одно растение, которое вы видите сверху, это растение называется вербена. Потрясающе просто сорта сейчас здесь представлены на выбор дачников, садоводов и даже профессионалов, которые выращивают растения уже для дальнейшей продажи. Я считаю, что за калибрахоа будущее, потому что растение, которое хорошо держит форму, растение, которое не требует дополнительной стрижки и прищипки. И буквально на первых этапах, когда оно только начинает развиваться, мы с вами можем сделать первую прищипку, и после этого растение уже будет вот такое хорошее, компактное и красивое. При этом, в отличие от питуньи, у нас с вами нет необходимости удалять каждое отсветшее соцветие, потому что цветочки небольшие. И по сути, когда калибрахоа отцветает, уже не видно вот этого неопрятного отсветшего количества большого бутончиков. Что касается вербены. Вербены растения вообще очень благодатные, и если мы говорим о формировании в контейнерах, то здесь достаточно будет просто прищипнуть отсветшие побеги. Вот посмотрите, если мы берем, видите, вот этот побег у нас, цветонос, он уже отцвел. И в дальнейшем, когда он уже будет осыпаться, мы его срезаем, и видите, из пазух появляются два новых. Поэтому чем больше мы делаем прищипку и обрезку, вот видите, тоже в данной ситуации, уже отцвел, эти только зацветают. И чем быстрее мы убираем отцветающие соцветия, тем более объемные становятся шапки у вербены. Посмотрите, какие замечательные сочетания. Вот даже если мы возьмем рядышком, видите, потрясающий калибрахоа и такого же лавандового оттенка вербена. Если мы говорим, например, о кремовых оттенках замечательных, то они прекрасно будут сочетаться с белыми и бледно-желтыми, например, калибрахоа. Также мы можем брать на оттенки кремово. Ну, не знаю, растение для меня, наверное, самое идеальное для контейнерного озеленения. Я уже объяснила, почему. Минимальный требует уход. Можно только сделать хорошую заправку непосредственно уже в контейнеры, и она будет развиваться и вести себя хорошо. И, как я уже говорила, не нужно удалять отсветшие соцветия. Подкормить растение в течение сезона тоже можно, но при этом оно не требует постоянного к себе внимания. Полив умеренный. При этом огромная цветовая гамма, разнообразная, она просто великолепна. Я не могу пройти мимо таких холодных оттенков, я их очень люблю. И посмотрите, даже как здорово они будут сочетаться рядом с розовыми. Очень нежно. Если мы возьмем вот такие красивые полосатые и нежные одного оттенка растения. Конечно, очень здорово. При этом они хорошо также сочетаются с растениями декоративно-лиственными, опять-таки те же самые плющи. Можно посадить сверху прекрасную гортензию, например, крупнолистовую примерно. Одинакового оттенка. И рядом калибрахуа. Ну и вербена, как я уже говорила, точно такое же благодарное растение, не требующее большого количества забот и хлопот. Ну и, конечно же, для любителей петунии здесь представлено целое царство, большой ассортимент. Это и мелкоцветковая петуния, это эпидхуа. Это гибрид калибрахуа и петуния. Посмотрите, она тоже смотрится очень хорошо. И, конечно, петунии в наших садах были и будут всегда, потому что тот аромат, который они источают, наверное, он просто неповторим. Он невероятно красивый. Сам цветок при этом невероятно ароматный. И, конечно, когда петунии в наших садах сидят в большом количестве, это всегда очень и красиво, и очень ароматно. На петунии прилетают бабочки, и сад в этом случае выглядит живым и движущимся. Петунии есть мелкоцветковые, петунии есть крупноцветковые, максимально привычные уже для нас. Также различные оттенки цвета. И также они замечательно между собой могут сочетаться. При этом есть у нас, посмотрите, какая красивая коллекция звёздчатых, полосатеньких таких. Просто необыкновенно красивые. Есть вот такие, которые имеют шартрезный оттенок серединки. Я очень люблю вот эти тона. Вы видите, вот она ярко-жёлтая, при этом внутри имеет практически зелёное горлышко. То же самое и с розовой, капелла Baby Pink. Видите, горлышко и прожилки прям насыщено зелёного оттеночка. Это тоже всегда очень красиво. Конечно, привлекают внимание петунии вот такие, которые имеют крабчатость какую-то необыкновенную. Они тоже привлекательны. А также простые однотонные, но вот таких нежных холодных оттенков. Они тоже достаточно нам привычные и интересны. Очень красивый сорт. Вот такой, посмотрите. В каскаде Рим Маджента. С нежной как раз маджентовой зелёной полосой. И при этом бархатная практически соцветия. Мелкие цветки. То есть она будет устойчива. Она будет хорошо себя вести на ветру и в дождь. Ещё один сорт очень красивый, тоже имеющий, видите, прекрасную зелёную полосу по краю цветка. Смотрится тоже замечательно. Видите, какая хорошая шапочка. Тоже один из перспективных интересных сортов. А также хочу ваше внимание обратить вот на такие нежные оттенки. Видите, прям даже по названию мы видим практически маленькие орхидеи. И вот такая вот замечательная новинка. Black Moon Rizing. Посмотрите, какой прекрасный сорт, какой он интересный. Цветок тоже не крупный, поэтому он тоже будет хорошо очень держать ветер и неблагоприятные погодные условия. Вот, кстати говоря, прекрасный пример контейнера на зеленине, когда мы говорим о создании больших, достаточно объёмных контейнеров, в которых можем использовать и декоративно-лиственные растения, и цветущие растения. Также хочу обратить ваше внимание на такие необычные цвета. Ray Black. Практически чёрный цвет. Я не знаю, камера передаёт, не передаёт, но это невероятно интересно. Это просто бархатный оттенок. На солнышке он, конечно, сияет, как вот действительно дорогой бархат. Посмотрите, какое красивое растение. А за ним невероятно красивое, нежное, имеющее и кайму, имеющее и бахромчатый край, и красивую серединку. Сорт, посмотрите, какой прекрасный. Питунья – это, конечно, огромное разнообразие различных видов, оттенков, сортов. Выбрать действительно бывает сложно, но тем не менее, на нашем сейчас демонстрационном поле представлены различные сорта. Там мы по нему тоже пройдёмся, я вам их покажу. Ну и, конечно же, калибрахо ещё. Посмотрите, какие невероятно красивые. Но сочетать в данном случае, как художник, имеющий большую палитру красок, одно сплошное удовольствие. Поэтому я всегда говорю, рисуйте красивые картины растениями. Если кто-то не умеет рисовать акварелью, то вот вам прекрасная палитра. Собирайте, сочетайте. Выбор сейчас сортов и видов огромный, поэтому приезжайте в Егорьевский комбинат, заказывайте рассаду и создавайте замечательные контейнерные композиции.